приветствую вас на канале артсель инфо наша традиционная рубрика художники для инвестиционной коллекции и сегодня наш герой леонид петрович соков 1941 года рождения 2018 году умер все уже ушедший художник соков это уже современной дискуссии в современной литературе в современных учебниках это один из главных художников соцарта напоминаю художники соцарта это комара меламид это эрик булатов это борис орлов ныне живущий это росислав лебедев ныне живущий это косолапов ныне живущий и леонид петрович соков последние в перечислении но не по значению художник важный художник до сих пор можно сказать чуть не до конца раскрыты хотя у него были потрясающие выставки он успел просто просто проскочил исторически в 2012 году была выставка в московском ли современного искусства в шестнадцатом году за два года до смерти было очень важная выставка тряковской галереи почему проскочил потому что времена поменялись и сейчас уже оптика сокова как и в советские времена вот она немножко сложна для музейного экспонирования она и тогда была сложна для музейного экспонирования сейчас тем более художник намного перейдешь свое время и когда мы говорим что это что соков принадлежал к направлению соцартов сам он бы в этот момент наверно поморщился бы как-то так вот ну что такое соцарт он так не считал он предпочитал термин фолклорный поп-арт он предпочитал термин неодадаизм потому что собственно соцарт это такая критика это такое противопоставление культуре идеологической культуре в которой много гербов много там портретов вождей и так далее это все только была такая небольшая малая часть его творчества потому что в дальнейшем конечно это художник подлежал к направлению арты повера к бедному искусству к такому даже концептуальному искусству сделанным особо не особо выразительными средствами вот если там просить какую-то аналогию вот как у егор ли этого был идея грязного звука смотрю что аппаратура была хорошая все такое но песни гражданской обороны были немножко таки с таким трещащим звуком вот искусство леонида сокова она тоже немножко такое трещащий одно сделано с ним провод тревесины она сделана часто из такой грубой ковки но на самом деле под этим лежит большая большая историческая основа и идея на основе концептуальная основа вообще надо тут наверное начать с базовых моментов при советской власти соков был успешным молодым художником успешным человеком он закончил мне получил блестящее образование московская художественная школа при академии художеств строгановка вот косолапов орлов это его друзья этого там коллеги по папа по институту по вузу когда он закончил свое образование он занялся жанром анимализм анимализм это изображение животных скульптурный за боже его занимался скульптурой пластикой птицы звери животных вот такая барка специфика ему там сказать пока вительство дал путевку в жизни заметно не молитвы пандопола и все при спешить склала с хорошо то есть были заказы сам соков рассказывал что даже как был еще молодым человеком работал на комбинате который давал заказы на вот наверно скульптурные скульптурные формы животных принципе вот на одну работу конделку тус как он говорил делал козла и можно жить на нем на этом козле жить еще там полгода безбедно в советском союзе было было мастерская была студия были заказа чем по идее все было хорошо все было хорошо все было налажен быть налажены налажены рабочие условия но что-то его томила атомил собственно говоря что то есть он понимал что многие союзе многие художники остались не реализовавшимся в том числе авангардисты которые не ехали из россии то есть они перешли там же вынуждены были перейти в безопасный жанр такого социализма и забыли вынуждены были вынуждены были забыть про свои переранее более ранее работы для сокова стояла то что принципе такая дилемма потому что он понимал что есть такой анимализм есть официальные заказы но настоящего искусства было в другом настоящего искусства было вдохновлено совершенно другими вещами а какими вещами то есть когда мы говорим про сокова мы должны в качестве ключевых слов наверное использовать такие как шаманизм как скульптура сибирская как тотемы как обереги как кованая железо ковка вот у него была своя кузница занимался ковки когда я потому что читал что в ковке к раскладываться энергетику это напряжение вот это что передается в металл вкладывает кузнец металл вот эта вся энергетика она потом из металла в том числе и распространяется и вытекает создает такую определенную напряженность соков собственно говоря про это он не про символы советской власти он там не про гербы и не про какую-то официальную символику не про портреты вождей он как раз у права тотемы про шаманские истории откуда этот образ медведя который взялся его искусстве да то есть это как раз вы из шаманских практик там это тотемное животное которым поклонялись коренные народы сибири и не только сибири даже как вот русская береза то него противопоставление такое медведь мужское начало береза женское начало да то есть потому что вы именно в таком ракурсе его творчество уже рассматривать ими как фольклорный поп-арт не как соцарт то с чего мы начали именно как фольклорный поп-арт и вот эти работы ему делать не позволяли даже если позволяли понятно что он мог сдать заказ и полгода работы с полгода заниматься теми вещами которым было интересно а куда их показать здесь показать показать было нельзя продать их было нельзя кругу коллекционеров не было но не было в россии людей которые будут покупать деревянные объекты какие-то сложно такие концептуальные произведения не было не было такой почвы и собственно говоря таким определенным считается что водоразделом стала выставка 76 года когда соков своей мастерской пригласил друзей там кстати говоря участвовать в выставке шаблавин и юликов и и баре и шелковский и горловины то есть вот была такая группа круг круг единомышечка который выставили свои картины свои объекты на в мастерской леонида сокова которым официальный мастерской который дало государство подали 76 год выставка проходила в течение 10 дней и в какой-то уже из дней пришли товарищи как как сейчас принято говорить штатском сказать что значит так народ к вам ходит много что-то у вас тут такое происходит странно нежелательное очень сигнал был подан да что так вот делать не надо так вот сделать нельзя кстати говоря вот эта работа который очки для кара советского человека это одна из таких главных флагманских работ леонида сокова прототип этой работы был у него готов в 76 году когда он делал эту выставку у себя вот в мастерской но он даже тогда понимаю чем это чревато опасался выставлять так и и не выставил поэтому это вещь она потом была потом вывезена но по легенде была вывезда из сэрка он уже уезжал и он заклеил вот эти сами очки что там эти звезд не было что беспрепятственно получить разрешение на вывоз чтобы ничего не смущало уже таможенников это какого там еще кто там кто-то на эти разрешения давал уехал в семьдесят девятом году до этого уже ехали косолапов до этого уже уехал шелковский то есть уезжал достаточно поздно по тем этим по тем по тем временам забавная деталь соков это выражение с тверской деревни уезжал по израильской по израильскому вызову который прислал михаил рогинске то есть он приехал по израильскому вызову и вызову выезжал туда но потом сказал что нет хочу в америку уехал в америку в америке все складывали они тоже не так уж просто это мне так уж быстро он сам не скрывает что первые годы когда он-то приехал он занимался тем что занимался тем что чем занимается скульптором снова леплину то есть там были большие проекты там по реконструкции домов и местные так сказать жители местами местные рабочие в леплине с лепниной работать не могли а соков умела работали плена и он устанавливал все дела вот и таким образом зарабатывал жизнь до тех пор пока не пыли не появились уже контрактах с галереями когда пока не повезет галерейные выставки и где-то помню весь 79 уехал то восемь встретим получать через четыре года была только первая персональная выставка такая большая сокова за рубежом вот забегая вперед скажу что наверно самые главные выставки сам репрезентативные самые такие большие это состоялось наверное в россии потому что каталог двенадцатого года который держу в руках на музее московский музей современного искусства и как я уже говорил в шестнадцатом году в 2016 году высказать таковской галереи но в принципе сейчас уже так возвращаясь назад понимаешь что ставка сокова сыграла потому что даже если представить любые каталоги видно что большинство работ это ведущие коллекции италии ведущие коллекции швейцарии коллекции франции то есть коллекционеры всего мира сокова разглядели соков и нортон-додж огромная коллекция работ сокова в знаменитом музее циммерли в музее нортон-доджа который расположен в университете радгерса под нью-йорком а соков сам жил нью-йорке вот такая вот такая вот история значит успешная жизнь в россии эмиграция сложная старт на западе мировое признание большое широкое признание на родине надо сказать что соков сложный сложный художник для коллекционеров для классических коллекционеров основной массы коллекционеров а что о чем я говорю ну не будем таить греха коллекционеры предпочитают вещи которым можно повесить на стену который можешь поставить на полочку вот а программные вещи сокова зачастую это объекты из дерева причем объекты крупные причем объекты из неструганного дерева это его такая концептуальная концептуальное решение смотря то что конечно он человек мастеровой и понятно что анималист с базовой существенной с университетской советской подготовкой конечно все это делать мог аккуратно красиво и тщательно и выверенно да но у него была позиция такая что значит вот россия для него сирос это такой не а Неструганное дерево поэтому в принципе если на всю страну посмотреть там из космоса да то и такой вот страна из состоящий из городов из Неструганного дерева необработанного и поэтому его объекты они достаточно сложные в экспонировании то есть для музейных высота для музейных пространств для каких там палац с и так далее для музейных залов да это хорошо круто красиво и интересно и смотреть это хорошо жить с этим сложнее потому что вот есть метровая там не струганная скульптура или 3 метровая картина 2 метровая картина но это уж такая история посложнее высокого достаточно тяжело найти таким то что мы знаем коммерческие форматы которые легкие легкие для реализации которые все готовы купить и готова владеть а именно о чем я говорю например картина до картины соку обычно большие и у него часто используется обценная лексика да у него часто используйте это сложные сюжеты вот его из самых с пожалуй на одно из самых известных произведений это слово из трех букв выполнен в двухметровую высоту то есть вот такую высоту да вот в форме такого тоже тотема злотами символизмом на слово из трех букв где его покажешь ты его поставишь не такая простая история и очень это касается очень многих картин в том числе то есть если начать выбирать что там вот что и сокова ты был готов был повесить себе на стенку это не такая простая задача собственно рынок рынок так существует то есть на рынке работ в жопе с произведения сокова достаточно мало самый пожалуй ликвиды сам востребованы являются его скульптурные сюжеты скульптурные тема самая известная тема это ленина джакометти встреча двух скульптур это когда стоит фигура ленина одна из вариаций фигур ленина степи типового памятника это памятники в россии были типовые времена то есть утверждали по каким-то этим сам каким-то критерием даже не должен быть у одного должен быть гладкий у другого должен быть такой более кубистичный в общем тоже целая отдельная история для ненавидения и джакометти самый знаменитый скульптуры джакометти швейцарского скульптора она на самом деле в оригинале метр восемьдесят духовический рост то есть вот-вот вот мой рост скульптуры джакометти шагающие человек у сок у скульптуры были поменьше размером даже его полутораметровая скульптура да то есть это редкости и такой ценный сюжет вообще было сша много то есть вот эти ленин джакометти Существует, наверное, на вскидку форматов, наверное, 8-10 разных И 30 сантиметров, и 40 сантиметров И самая большая, наверное, которую я встречал на аукционах Это полутораметровая версия Вот эти форматы, они самовостребованные То есть их покупают, их покупают за большие деньги Аукционный рекорд вообще для Сокова Это 183 тысячи долларов Это, опять же, скульптуру достаточно большую Больше метра Скульптура Мэрилин и Медведь У него, кроме Джекаметти, самый известный его сюжет Это Сталин и Мэрилин Когда главный образ Советского Союза в 20 веке Встречается с главным, единим образом Америки 20 века Сталин и Мэрилин Это Медведь и Мэрилин Медведь, который отождествляет такую брутальную Россию То есть и Мэрилин, которая ассоциируется с такой романтической Америкой Коммерческой Америкой, романтической Америкой, пупартовской Америкой И вот эти сюжеты у Сокова самые востребованные Самые-самовостребованные Если говорить про реальный рынок Материал на рынке немного Почему мы, собственно говоря, до Сокова дошли только сейчас? Хотя у нас уже спиной порядка 30 роликов про художников Все, надеешься на какое-то чудо, что сейчас тут соберется набор картин Соберется пол картин, ты их красиво расставишь, красиво их расскажешь Потом выясняешь, что не собирается Потому что Соков, если попадает Он попадает в небольших количествах Он быстро продается И вот такую вот уже группу репрезентативную собрать нельзя Если бы их собирали, то здесь было бы еще пару работ Самые, наверное, массовые вещи Которые доступны широкому кругу покупателей на рынке Это его эстампы крупного размера Опять же, знаменитые сюжеты Сталина и Мэрилин, медведь, медвежьи следы Вы их наверняка встречали часто на наших аукционах Продавали много раз Они эти эстампы выполнены тиражом 100 экземпляров Но при этом всегда продаются При этом всегда высоко востребованы И иногда на некоторой версии этих эстампов Ну, такие по меркам эстампы чудовищные цены Это 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, 300 тысяч рублей за эстамп Когда тиражная графика тиражом 100 экземпляров Тем не менее, вот она есть, ее мало Ее раскупают коллекционеры Там есть более востребованные сюжеты, менее востребованные сюжеты Самое востребованное, такой золотой Сталина и Мэрилин, когда они сидят за столом Гораздо более доступны эти медвежьи следы Такие вытоптанные, выжатые, продавленные на бумаге Но всегда продаются и вот ценовой диапазон такой Если говорить про скульптуру Это ценовой диапазон для небольшой скульптуры Порядка там от 10 тысяч долларов 10-15 тысяч долларов такой диапазон Если говорить про живопись Живопись это вообще отдельная история Ее опять же редко мало Самая дорогая из того, что мы за последнее время видели Это на Сотбисе было куплено такой 16-й частник Вот сейчас в Москве известная коллекция находится И из 16-ти частей такие 16 картин, кажется, которых подписано отдельно То есть хоть разбирай И вообще раньше были частью иконостаса такого большого Обрамляли другую работу Эти 16 частей Но не важно На которой изображены усы Сталина Соответственно символ России И улыбка Мэрилин Вот усы и улыбка Губы и усы называлась работа 16 частей Она была продана на Сотбисе за 35 тысяч долларов Примерно так Скульптуру Ленин и Джакомити Самый известный про тот, который несколько раз говорил Если она крупная Размером полметра и так далее То это уже ценовой диапазон От 40, наверное В район 40 тысяч долларов И выше Аукционный рекорд для структуры такого класса По-моему порядка 100 тысяч долларов Чуть не доходя Но это уже Когда мы говорим про рекорд Вообще рекорд это такая публицистика Это только познавательная информация Потому что к рынку она не имеет отношения Это в принципе достижение Что до таких цен могла цена разогнаться Как бы принимать рекорды Как определенную точку отсчета И ориентир ценовой Это нельзя и неправильно Так что еще раз повторим Крупные скульптуры Это порядка от 20 до 40 тысяч долларов Иногда выше Маленькие скульптуры Среднего размера Такого комнатного размера Поставить на полку Это порядка 10-15 тысяч долларов Живопись Это от 10 до 30 тысяч долларов И еще надо повозиться поискать Потому что там бывают работы Сполинского размера Не сложно найти Какое-то помещение Кроме как музейное для него И эстампы Это ценовой диапазон Ориентирся надо от 10 до Даже 300 тысяч рублей За эстамп То есть соответственно Те которые попроще И стоят в районе 100 Иногда даже меньше тысяч рублей Те которые особо востребованы Вот из Сталина и Мерлин Этого диапазона Там уже в 300 тысяч Может уйти Но он в результате аукционных продаж Что касается Подделок Ну Нет Не является таким-то массовым явлением На что нужно обращать внимание То есть Многие вещи соковые тиражные Вот это просто надо учитывать Их все равно мало Но они тиражные И вот эти моменты Нужно проверять То есть Как она там Что там И так далее Тут никакого общего правила нет Просто внимательно относиться Подделки соковые Пока что Редкость Ну я думаю Такой редкостью Такой и останутся Что касается ликвидности Да Вот обращать внимание На массовые сюжеты То есть бронза продается хорошо Бронза и другие металлы Скажем так Продается хорошо Литографии Стамп продаются хорошо Но это не инвестиционная вещь Какая-то скульптура Которая из дерева Например крупная скульптура Но это продается посложнее Потому что Естественное ограничение Вот Должна быть Другая уже Культура Коллекционер Должен быть другой уровень Коллекционирования Это все Но Жизнь устроена так Что одни вещи мы любим А другие вещи чаще покупаем Так Так и в искусстве Так и в жизни Леонид Соков Выдающийся художник Классик Важный По нему Выпущены Хорошие каталоги Есть литература Листать Читать Анализировать Смотреть эти работы Это конечно одно удовольствие Но и покупать конечно И покупать конечно Аукционных они есть Обращайте внимание Приобретайте В Эмиссионную коллекцию Ну два слова еще скажу Про вещи Которые у меня Здесь вы видите Реконструкцию Похорон Малевича Сверху Специальный Такой гроб Архитектон Который был сделан По эскизам У учеников Который Увенчан Черным квадратом На автомобиле Который везет Этот саркофаг Тоже На На радиаторе Черный квадрат Вообще Это однако Тоже одна из главных тем В творстве сокова И даже Когда была выставка Татьяковская лерея Во внутреннем дворе Поставили Как раз машину С Черным квадратом Малевича Выполнен В настоящем В реальную величину То есть В реальном масштабе С огромным Огромным грузовиком На котором стоял Этот черный квадрат Из неструганного дерева Как все это Как это Ассоциация с матушкой России Ну вот так вот Леонид Соков Запоминайте Читайте Изучайте Большое удовольствие Большое удовольствие Удачи